Последний раз ремонт этого навесного моста проходил до Олимпиады. За три года дощатый настил пришел в негодность. Из-за влажности стали практически отваливаться доски. И проход людей стал небезопасным. Поэтому городской администрации было принято решение о необходимости проведения ремонтных работ. Ремонт плановый. Сначала подрядной организации были выполнены фасадные работы. Покрашены опоры, стены, пилоны и металлические конструкции. Теперь дело дошло и до основной составляющей. Несмотря на то, что информация о закрытии подвесного моста была размещена во всех СМИ, некоторые пешеходы пришли в замешательство, когда строители около один часов дня начали выставлять соответствующие знаки и натягивать запрещающую ленту. Прорабу подрядной организации в буквальном смысле пришлось отбиваться от желающих пройти по мосту, несмотря на все запреты. Некоторые даже были готовы пересечь реку вплавь. Даже после того, как на лестницах были установлены предупреждающие знаки, вывешена информация, некоторые все равно порывались пройти на мост. Пусть делают, ремонтируют. Раз, надо, так и надо. Я не знала. Я хотела сейчас пройтись. Можно пройти? Нет? В качестве альтернативы пешеходам временно предлагается использовать автомобильный мост по улице Московской. Он находится в трехстах метрах. По установленным срокам ремонтные работы должны завершиться до 25 июля. Но подрядчики постараются опередить график. Срываем все доски. Доски будем периодически срывать по 4-5 пролетов, потому что нереально за день все перекрыть. Ну а в дальнейшем мы меняем полностью настил на мосту. Ну и в кратчайших дней 10 мы попытаемся это сделать, потому что, сами понимаете, демонтаж, монтаж. Я единственное обращаюсь еще раз к людям. Пожалуйста, это в ваших интересах, потому что доски поломаны, уже люди ноги ломают. Строители убедительно просят граждан не пытаться пролезать через ограды и выходить на мост, особенно ночью. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ